всем привет дорогие друзья сегодня напишем замечательную интерьерную картину дама в красной шляпе холстик у меня 40 на 40 я его под линеечку расчертила на квадратики на три части по горизонтали три части по вертикали получилось 9 секций 9 квадратов и вот белила черные таким серым цветом намечаю наш рисунок кисть щетинка плоская у меня любую для того чтобы наметить какой вам удобным можете взять по клеточкам как переносить изображение я вам уже показывала у меня есть видео в плейлисте полезности для художника переносим изображение можете поставить на паузу допустим посмотреть как у меня как я делаю если не успеваете и намечаем наше лицо шляпу картина в принципе не сложная сложность будет здесь в чем губы носик изобразить овал лица и все больше сложности никакой не должно составить намечаем рука тоже так рука но она у нас не сильно не прям так выписано но понять можно что-то рука очень такая не интересно будем мастихином писать и почему не интересно писать что не надо задумываться каких-то конкретных четких линий линиях кроме губы носик да там и изобразить красивенько чтобы было у нас а так в принципе что рука что шляпка все так вот своя свободными жестами то есть релакс один релакс был наслаждаться нарисуя подбородочек вот самое главное вот это носик губки наметить да вот на шляпе я намечаю где у меня приблизительно будет черный цвет где потом более светленький так для себя цветов тоже немного как видите белый красный коричневый черный все то есть запутаться там в оттенках сложно будет ноздрички на метре вот сейчас я беру щетиную кисть плоскую и черные пятна будем начинать с черного и потихоньку высветлять самые вот эти вот черненькие наши в первую очередь намечаем на макушечки шляпки на полях разбавителя иногда окунаю в двойник лагдомарный и уайт спирит но совсем совсем чуть-чуть если уж совсем туго краска идет на холст сложно ложится тогда да а так практически его не использовала наносим нашу шляпку вот на плече у нее такой вот знаете ну кто что увидит либо это шаль какая-то либо шарфик возможно это у нее какая-то декоративная штучка на платье вот тоже темные участки рисуем знаете как вот как детки раскрашивают разукраску вы им покупали да как бы у кого есть дети должны меня понять они же не раскрашивают в одном направлении они хаотично рисуют и вот мы тоже стараемся такими же хаотичными мазками наносить вот эти вот все наши черные потом темно-серый да пойдет цвет светло-серый чтобы эти мазочки вот они были у нас в разных направлениях то есть вот обратите внимание я там по диагонали где-то горизонтальная как будто как объяснить как каляки-маляки да мы рисуем вот примерно так но все равно какая-то закономерность есть если к примеру вот эту шаль мы рисуем как бы движение вот этих мазочка как бы надо все равно более направлять вниз там чтобы какая видно как она спадает так вот она на плечике лежит или что мне кажется что это как шаль шарфик какой-то такой воздушный вот наносим вот такими движениями красивыми не то что как горизонтально да там или вертикально все закрасили не будет такой интересности вот в черный добавила чуть-чуть белил по чуть-чуть на кончик кисточки добавляем и смотрим на оттенок вот наверху не совсем видно на шляпки да там отсвечивает а вот на полях видно что он темный но он светлее чем черный и вот постепенно нам нужно вот такие переходы сделать но как переходы мы не будем их как делали допустим раньше в других мастер-классах большую кисточкой стушевывать чтобы вот это все плавно был нет у нас плавно беру переход будет в том плане что черный темно-серый потом светлей светлей они так что черный бах белый то есть плавный переход здесь в данном видео я подразумеваю именно что вот постепенно высветляем вот оттеняем носик темным цветом подбородочек тоже поправила я еще буду тоже отходить уточнять отходите смотрите как у вас получается еще хороший есть приемчик такой можно взять холстик и показать себе в зеркало и вот тогда хорошо видно когда показываешь где чего не так то есть фокус зеркальное смотрите вот намечаем темно-серым наши участки где они есть тоже на вот этой шале закономерности каких-то вот нанесений этих светлых пятен в принципе нет то есть вы сами представьте что шарфик да если есть шарфик можете даже посмотрите положить себе на плечо и посмотреть да к примеру как он лежит он не лежит гладко он складками такими вот где-то выше где-то ниже и вот примерно вот эту вот атмосферу вот это как сказать само восприятие ткани нужно передать где она выше да там будет светлее где она опускается складочка это там будет темнее и вот примерно так показываем даем понять что там какие-то складочки и не сплошной линии до от верха плеча и вниз а как бы где-то она прерывается эта линия вот как у меня где-то она изгибается неровная где-то еще чуть-чуть светлее вот добавляют такую интересную интересный хаос пятнышек наш глаз глаз человека он и мозг он додумает что это он увидит этот шарфик вот носик половинка носика у нас в тени и вот таким вот он но еще не совсем светлым серым но таким вот уже посветлее чем предыдущий тон мы намечаем одну половиночку носика в тени вот здесь я подбородок утемняю но потом я это переделали не высветлю его около шляпки делаем светлым серым это еще не самый светлый поля шляпки вот уже мы был темно-серый сейчас еще светлее серый ведь они потихоньку вот от черного в светлый переходят кисть у меня щетинка размера не написан это я вообще покупала в детском магазине где вот все для школьников канцелярские товары за 20 рублей что ли кисточка номера на ней нет щетина написано и все но по основании она сантиметра полтора наверно так как бы не совсем маленькая вот на руке тоже вот сначала такое темное место руку лучше делать вот как она объемная же у нас как цилиндр получается приблизительно так мазочки наносить ну тоже идеально как вот обычно пишут портреты да там мы этого делать не будем здесь в этом и простота то что досконально мы прям вырисовывать ничего не будем здесь плечико как бы на свету вот его сделали посветлее также где-то этот цвет на фон ложится край лица уточняю она получается прижалась так вот к плечу и часть щеки у нее закрыта вот около шляпки еще светлее почему около шляпки не темнее а светлее потому что сделаем темнее у нас сольется фон со шляпкой тоже в разных вот направлениях на готовой работе вот на фотографии видно да что как бы вроде бы читается с правой стороны что там продолжение чего-то тоже этой шали или шарфика чего-то но и она где-то тает там дальше такая вот интересно рассматривать такие от работы когда домысливать чего-то надо левый верхний уголок вот делаем светлым кистья если протирают так совсем чуть-чуть заполняем избавляемся от белого холста ты добавила кисти теперь более тщательно протерла белила коричневый получается такое тоже сероватый оттенок потому что с кисточки все равно черный подмешивается но он уже более тепленький такой серый вот он тоже этот цвет присутствует и в фоне и на руке у нее присутствует как бы ну сложного такого ничего нет вот этот же цвет наносим в левый уголок кисточкой вот подправляю где мне кажется что не хватает этого шарфика очень легко поправлять допустим если вы отошли посмотрели вот я дальше буду делать там контур лица да вот скулы где вот уточнять вот эти вот челюстные кости то есть очень удобно можно взять цвет фона и им подрезать либо же цветом лица где-то добавить за счет того что у нас очень мало цветов это сделать в принципе очень легко то есть под подобрать вот закрываем личико наша светленьким светленьким сереньким то освещенная часть лица единственные четкие линии вот должны это быть контур лица но где-то там на шляпке остальное все такое вот интересное такое абстрактное хаотично шейку закрываем красочки не жалейте не втирайте или прям там последнюю с кисти то есть нормально набирайте на кисточку теперь то что затерла я носик когда закрашивала наметила опять ноздрички легкие такие пятнышки вот ноздрички да и краешек носика вот это вот их не сильно много краски набирайте как процарапывать кисточка должна под полями шляпки тоже слегка наметила тень как бы падает еще уголок усветляю посветлее делаем каких-то светлых пятен на ручку где-то затем делаю так все поинтереснее и вот настала очередь красного по краю полей шляпки сначала вот со щетинкой пройду процарапывая и как бы убирая лишнюю черную красочку и потом беру мастихин рыбка и вот так вот прям хорошо я набирала как бы немало и за счет того что он такой плоский полосочка приблизительно ровная получается нам не надо идеально ровную пускай она где-то будет прям пастозно красочка лежать где-то более придавлено вот я медленно показываю как это не чуть-чуть назад на полосу и проводим пока она вот заканчивается видим что все краска вся сошла с мастихин и набираем новые и так дальше подавляем мастихин рыбка вот хорошо он не жесткий только он гнется очень удобно им писать не бойтесь писать мастихином к нему конечно надо приловчиться но если вы войдете во вкус это конечно чудо инструмент и кисточкой заполняю нашу шляпку то вот этот красный цвет красочка у меня не особо укрывистая поэтому я набираю прям хорошо красочки как на лопатку и растирали и и но цвет красивый конечно алый алый такой прям яркий полностью закрываем шляпку пока никаких не темных не светлых одним сплошным цветом покрываем вот здесь такие вот уже будет более четкие до стыка черного и красного делаем более четкий там единственное что такое вот помимо лица это вот сейчас сюда в середину коричневого чуть-чуть помигала и немножко набираю черного в красный протерла кисть и плавную растяжку как плавную видим до что особо там перехода нет слегка затемнили это вот я блик пытаюсь сделать но потом я мастихином его сделаем потому что кисть все равно краски там много я нанесла и плохо ложится цвет туда втирается и как бы ярко не лежит с правого края на полях шляпки светлая серая полосочка для интересности вот лицо смотрите идет ровно-ровно до четкая линия около шляпки раз и списалась вот вот где-то она там закончилась неизвестно вот кончик носика на сапы рачку до белильцами пальчиком незаменимый инструмент высветлели и вот я пальчиком тоже подбородок высветляю дальше я его еще высоте коричневые губки наша щель между губок серединка уголки затемняем и вот щетинкой которой я рисунок намечала изначально серым цветом вот эта кисточка на не особо то маленькая как бы не надо брать совсем малюсенькую кисточку сидеть вырисовывать то есть губки наносим тоже так довольно таки прилично краски на кисточке прорисовываем губки отходим смотрим поправляем где-то кисть если допустим вот как я делаю почистила где-то надо мне обрезать как вот сейчас показываю я набрала цвет тени до которая вот и подправила красный ты корректируем носик так маленький аккуратненький получился уточняем губки я тоже отхожу смотрю отходила неоднократно смотрела потому что сблизи так не видно как издалека вот коричневым намечала он пропал когда красными носила вот сейчас нанесла черным и если линия получилось толстенькая просто нужно чуть-чуть красненьким ее как бы подрезать бледненьким розовеньким больше с правой стороны левая левая часть губ у нас в тени а правая на свету вот такие сделали как блечочки на губках черной краской вот опять шейку корректирую где-то подбородок уточняю вот черный опять подрезаю контур лица еще я знаете как дело мне так нравится удобно не кто-то из вас тоже делает я кисточку беру отхожу смотрю что-то не туда и не пойму что не так и кисточкой один глазик прикрываете кисточку вытягиваете картине и закрываете один фрагментом другой допустим но вот щеку данной подрезать думаю вот если я ее подрежу и прикрываю эту часть смотрю да лучше и тогда вот беру фоном черным и подрезаю там где я посмотрела и увидела бы тоже можете так попробовать я надеюсь поняли дачу вот тоже белила с коричневым мастихином уже делаем фон вот этот вот на плечики тоже чуть-чуть светленького серенький от контура лица добавляем как бы чтобы не было вот этого контура черного прям около лица добавляем туда серенький чтобы он так не было обведенная где-то серые на шляпку вот видите они все как бы вверх-вверх стремятся раз один мазок мастихина вниз и опустила вот они в разные стороны то есть одинаково так же как у меня у вас не получится даже у меня повторить то же самое не получится потому что мастихин это такой непредсказуемый инструмент чем он и прекрасен что такие эффекты красивые создают черное вот тоже эту шарфик это тоже где-то темноты этой черной добавили вот на шляпке сейчас будет хорошо видно я буду добавлять черный и будет видно насколько черный нанесенный кисточкой не такой смоляной черный как от мастихина вот посмотрите видно да насколько он чернее когда вот он на лежит более пастозно где-то красненький подчеркнули он видите гибкий его можно и какие-то плавные линии этим мастихином делать вообще советую купить вот эту рыбку это просто я в него влюбилась у меня очень много мастихинов но в основном вы уже видели до в моих мастер-классах такой вот у меня есть маленький любимый он жесткий с устрем кончиком и вот эта рыбка я их очень люблю светлого справа края тут чуть-чуть добавила таким вот сереньким опять же с фоном работаю где-то вот так по руке тоже интересности всяких красный задела на шляпке все это взяла другой цвет все это закрыла закрасила то есть вообще не проблема также мастихином вот на кончик набрав красный можно не кисточкой а кончиком мастихина уточнить губки вот какие таблички мастихином на шляпке где-то по верху мазнула белого так резким движением светлая на темная смахнула темная на светлая это 5 красное задела срезала цветом сереньким замазала всю красота и вот теперь блики здесь надо наносить их так как мы уже полосу наносили да на шляпке постозно так вот этот цвет белый надо наносить как будто вы представьте что там горячо и вы так аккуратно еле-еле дотрагиваетесь и она вот остается тогда она будет ярким белым лежать и не будет списываться с красным чуть надавите все она перемешается вот светлые где-то такие вот удары губки тоже вот еще блички поставила еще на плечики цвета делаем интересно как вот ему нравится да и смотрим сблизи вот постозно все интересно так вот такие мазки смелые не бойтесь пробуйте подписывайтесь на канал признательно буду за лайки пишите комментарии ставьте колокольчик чтобы не пропускать новое видео и до новых встреч пока пока а